доброе утро народ это последний полный день в ничанге сегодня стали пораньше поехали в 8 30 хотели поесть но поесть не получилось так как большинство кафе в северном ничанге были закрыты поэтому мы сразу на фляже таки уставай станды мобиль на цепи так что мы как-то так так и мы снова на рынке нужно много чего купить сейчас без 15 часа них похоже обед потому что такая тишина как будто всех вымерли ну сейчас походим посмотрим вообще выбрал не то время чтобы посетить рынок все тут спят баю-бай мы только их и тревожим тут вот такая пагода прямо около рынка мы ходим сейчас вокруг да около в центр пойдем попозже тут продается цветы без всяких холодильников просто в воде в теньке стоят пошли всякие хостовары дрели бушные причем перфораторы и все такое насосы компрессор так что-то мы не туда пошли ну вот всякие плетеные изделия кстати вот уж и люблю сколько стоит это зерновой да и вот визу мы не брали до 60 а то лучше или как они там растут очень много вот это вы попробовали мне очень нравится 125 нет нам не надо только только не выпьем это лучше цена то есть это по 35 да это 35 это 40 35 мы еще там кофе поторгуемся и сутан чуть-чуть чуть-чуть это все наталья думает она очень хорошая щена точно ромба хорошие виски нет близки 35 35 35 отлично а это по 55 хорошо вот по 55 пожалуйста мы купить много будет очень мало давай я читал там 115 давай а есть таблетки для здоровья чтобы там человек не знаю мужчина нет любого человек что все а вот этот красный тигровый база бальзам это для чего они то скоро бумаги муж дня и сиеков снят понятно а это они для ребенка маленький травы а если сустава вы можно своя там кокра такой такой понятно или тайский база на что вы все тайские то предлагаете ну да тайский манзам вы знать почему это на они купили русские гуляют туристом тайский купить я не знаю не хочет и что это все но это что такое это же питона это жир питон питон у меня от ожога понятно только ожогов у нас все у меня не будет хорошо или рано как мы семья нужно одна в кухне точно рано же желе не быстро хорошо или от речи на песка но это от комаров что люди после комаров если вы не нужна до это 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 что такое мульти витамины это меня понятно не разу не пробовали но это питание кожа вот так вот они можно есть они очень полезно ни разу не пробовали но это питание кожа хорошее я ни разу не видела круто они вот так это надо быть на гнездо только трава и ну это гнездо они от они вот так это не вход внутри рота это сказка слюзма спасибо большое тоже завтра уезжайте дикарями не знаю змеи коньки это какая-то белка летяга мы не с нами купили для футболки по 60 ценов все нормально в общем магнитики по 20 по 10 вот эти девочки по 20 тарелочки по 80 вот это крысы тут были прям как кошки манга по 10 это сахарное яблоко маракуют по 15 ну чё будем брать а это сколько сказать мы приехали с рынка и сейчас я покажу чё почем тут можно вообще купить конечно это не моя лучшая тема но раз уж я решил записать подробностью полностью путешествие то и запишу это мы ездили в далат и купили вот арабики полтора килограмма за 150 тысяч донгов также взяли рабусту 2 килограмма за 200 но тут нам кажется что можно было взять дешевле оно такое блестящее обжарено в масле и скорее всего для кофеварок она не подходит вот это какао с сахаром две пачки я взял за 115 донгов кофе из доклада арабика рабуста и кули кули и робуста вот тут можно все посмотреть они как раз сухие и подходят для кофемашин две пачки мы взяли по 75 донгов и у торговали тут по 60 уже на рынке это молотый кофе арабика его можно заваривать в этих финнах и купили мы его за 55 донгов следующий лот это еще один производитель кофе это предлагали нам сначала по 200 пачку но я взял три штучки разных сортов и нам вышла каждая вот такая двойная пачка килограмм за 150 донгов вот такие финны одни побольше они алюминиевые нам сказали алюминиевые это только вьетнамские остальные это не вьетнамские финны и они заржавеют со временем нам дали финнов пачку и все в сумме это вышло 50 донгов то есть вот этот 20 20 и вот это водовеса это кокосовое масло оно стоило 35 но мы сторговали до 30 опа ром я не фанат конечно но как бы просто попробовать и в подарок это стоит 35 350 миллилитров также это все продукты вьетнама вот и виски тоже 35 донгов короче рай для алкоголиков и в продолжение темы алкоголя вот это вино любовная долина долат 65 донгов до россии скорее всего она не доедет это маски блин вообще не разбираюсь зачем они эта маска из ласточкиных гнезд если взять три пачки можно уговорить это все за 100 тысяч донгов тут и 10 масок в одной пачке какая-то коллагеновая маска блин почему это я вообще это стоит 10 донгов тысяч бальзам со змеей он стоит 30 где-то 35 тысяч донгов это от ушибов это тигровый бальзам это от головы я как понимаю как раньше была звездочка нам отдали за 18 донгов мы даже не стали торговаться потому что какая-то продавщица попалась все остальные завышает-завышает что можно 30 процентов просто смело скидывать а там даже и неохота была скидывать у одного продавца потому что она изначально говорила нормальную цену зубная паста из таиланда надеюсь да что то тут написано по-тайландски это большая пачка 18 тысяч донгов витамины для волос 90 тысяч донгов без торга не знаю что это такое ну ладно такие еще магнитики вот этот очень красивый качественный магнитик стоит 15 тысяч донгов 45 рублей и мы а эти магниты шапки по 8000 домов вот в принципе все что мы купили надеюсь все залезет это наш последний день вот я уже и в аэропорту камрани видеть сколько народу все русские русские все валят домой мы прилетели в москву на улице тепло пока ничего не мерили но обещались вот так и мерю температуру вот короче прошли паспортный контроль вот еще какая-то очередь ну скорее всего это какой-то осмотр но все записали наши данные сейчас получим багаж и поедем но в общем то и все путешествие окончилось как видите все прошло практически благополучно может выводы какие-то сделаю попозже ну а сейчас проехать в нижний еще три с половиной часа и мы дома может 4 ой я сейчас выпил на халяву самогонки из женщиня тебе понравилось мне ну в общем не мало пива а так понравилось сейчас скажем я это сделал осталось спуститься ну давай тогда иди первый а вон точно но они не кусают это реально массаж прикольно под мостом главное не наступить на этот местный коварит а так все нормально конечно тут везде срач срач зато что песок просто белый знаете что там такое трещит вон там на столбе ты появился на скрыт шоку слома ай вот это выражение теперь точно понятно